Апостол Павел Святой говорит, прежде всего совершайте молитвы, моления за всех человеков, за властей, за царей, за начальствующих, чтобы проводить жизнь какую? Тихую. Нам не нужны мятежи в Украине. Нам нужно в нашей Украине, чтобы было тихо, спокойно, грешник спасался, и Бог благословил бы материально и духовно страну нашу. Так, братья и сестры? Да, и праведники, чтобы умножались. Чтобы праведники умножались, праведницы умножались, чтобы больше молодежи было верующей, дети наши были верующие, чтобы в школах преподавалось учение о Христе, Слово Божье, чтобы наши города были благословенные. Чтобы не то, что заходишь в лифте, а там грязные слова разные написаны, идешь улице или возле школы, им по 13 лет половину алфавита еще не выговаривает. Так, а матерщину уже выучили. Он не соображает значения слов, не соображает, но он знает, как папочка разговаривает с мамой дома. И он уже туда же, матом на своего друга или подругу. Понимаете, какая это проклятие нации? Будем молиться, чтобы благодать и благословение пришли в наши семьи. Чтобы наши дочери выходили замуж. Чтобы наши сыновья женились. Чтобы в наших церквах было много счастливых семей. Вы занят? Чтобы одинокие молодые женщины выходили замуж. Вы занят? И взрослые. А и взрослые. Но мы не возражаем и за взрослых, чтобы семьи были. Но для этого не только помолиться, а надо и свято и чисто ходить. Мы должны понять одну вещь, что Бог благословляет не за то, чтобы мы попостились, а поститься надо. Потому что сказано, когда ты имеешь пост, то ты делай лицо свое не таким унылым, да? И когда ты будешь милостыню делать, то есть когда, слово когда говорит, что ты будешь и поститься на земле. Вот подумай, когда ты последний раз постился, когда ты милостыню бедным давал людям, которые действительно нуждаются. Апостол Иаков говорит так, это если мне память не изменяет, последние стихи первого главы Иакова, послания. Святой Иаков, он говорит, чистое и непорочное благочестие перед Отцом и Богом есть то, чтобы заботиться о сиротах и вдовах. И хранить себя, как неоскверненные от мира. Кто хочет иметь чистое и непорочное благочестие, признаки, он заботится о вдовах, о сиротах заботится, о бедных людях. Бедные всегда будут, всегда будут с нами. И мы должны быть добры, не на словах добры, а на деле добры. И хранить себя неоскверненным от мира. И потому, что мы делаем сейчас, мы молимся за нашу Украину, за президента, за председателя Верховного Совета, за депутатов. Аминь. Молимся. Встанем и помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе, Господь. И мы молим Тебя, благослови нашу Украину, Господь. И дай, чтобы к власти пришли люди, которые бы боялись Тебя, благотворили церкви, Господь. Благословляли Украину нашу добрыми законами, Господь. Дай, чтобы создавались законы, и наша страна процветала, Господь, духовно и материально. Благослови каждого украинца и каждую украинку. Господи, благослови замужеством тех, которые хотят выйти замуж. Устрой семьи, Господь. Да будет благодать и Твое благословение. Благослови наших детей. Благослови наших внуков, Господь. И да будет благодать и Твое благословение над народом Твоим. Дай нам ходить в непорочности сердца нашего. Ходить верно пред Тобою. Любить Тебя, Господь. И посвятить всю свою жизнь на служение Тебе. Господи, молим Тебя. Благослови президента. Благослови его жену. Благослови каждого его ребенка. Благослови, Господь. Благослови председателя Верховного Совета. Благослови каждого депутата. Благослови премьера, Господь. И яви милость. И дай, чтобы благословение Твое было в нашей стране. Замыслы дьявола против Украины, Господь, расторгни и дай, чтобы поток благодати и Твое благословение пришло в нашу страну. Дай миллионам украинцев покаяния, Господь, да придет в каждый дом благодать и Слово Твое. Дочитаем мы Библию и да исполняем Слово Твое, чтобы быть у Тебя благословенным народом. Тебе мы приносим честь и славу во имя Иисуса. Аминь. В прошлый раз мы с вами говорили о Христе. И я немножко напомню, что рождение Христа было предсказано пророком Исаии. В 7 главе, в 14 стихе мы читали с вами, что Дева зачнет и у нее будут сыны. Нарекут ему имя какое? Что значит? С нами Бог. Это значит, что с нами Бог. Интересное слово Христос сказал, когда уже уходил на небеса. Он говорит, все я с вами. Что дальше? Во все дни до скончания века. Во-первых, во все дни. Дни у нас будут разные. Будут злые дни. Тяжелые дни будут. Тяжелые дни, братья и сестры. Поверьте, иногда бывают дни очень тяжелые. И это бывает у каждого христианина. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Потому что еще святой апостол Павел сказал, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Это важный момент. Я могу победить страх. Я могу в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться. Я могу надеяться на Бога в любых обстоятельствах. Я могу и я буду делать это. Вот это нужно делать тем, кто хочет быть сильным духовно. А злые дни они будут. Будут здесь на земле. И еще говорится, что в Царство Небесное мы войдем многими не радостями, а скорбями. Будут испытания, будут проверки. Но вы знаете, мы должны понимать вот эту вещь. Это важный момент. Что тот, кто надеется на Христа только в этой жизни, что? Несчастный человек. Если я надеюсь на Христа и уверовал во Христа, что Господи, Ты знаешь, материально все вопросы мои, Господи, порешай. Чтобы я не болел. Это понятно, Господи. Потом сделай так, чтобы я был самым благословенный, и у меня все было хорошо, и чтобы никаких искушений у меня из жизни не было. Господи, я покаялся перед Тобой, а Ты в знак благодарности мне, что я перед Тобой покаялся. Смотри, чтобы Ты меня не разочаровал. А то я могу и это. Что могу? Я могу бросить Вашу церковь и уйти с Вашей церкви. Понимаете? Я хочу сказать, что на небесах есть какое-то таинственное число. Апостол Павел сам не знал этого. Говорит, когда войдет полное, что дальше? Полное число язычников. Ты не знаешь этого числа, и я не знаю. Так сколько людей, представьте, сколько людей, которые ходили в церковь, были близки к Богу, и были в этом числе, вышли с этого числа, а кто-то их место занял, и, наконец, вошел последний грешник, и полное число язычников спаслось. Сколько людей будет рыдать, плакать, Господи! Я же в церкви был, Господи, да я же был и крещен Духом Святым, да я же членом церкви был, Господи! А потом обиделся, а потом меня расстроили, а потом я соблазнился Вашей церковью, я соблазнился верующими. Да в конце концов, Ты же не уверовал в верующего. Кого уверовали мы? Во Христа Иисуса мы уверовали. Павел говорит так, ибо я знаю, кого я уверовал, во Христа Иисуса. Пол в церкви ушло, у Иисуса Христа была такая ситуация. У него 82 человека стоит возле него, и он говорит, что будете пить кровь мою, есть плоть мою, о преломлении хлеба и о вине, о причастии говорил. 70 учеников говорит, кто может слушать такие странные слова? Из 82 человек сколько осталось? 12. А потом еще один из 12 за 30 серебряничков что сделал? Он говорит, мне нужны люди верные, любящие. Я думаю, что мы с вами именно такие люди. Любящие и верные. Но эта правда нас еще проверят. Это правда. Итак, Дух Святой действовал во Христе. Мы говорили с вами, что в Ветхом Завете много предсказаний. Богословы говорят сотни предсказаний о рождении Иисуса Христа. Это красная нить Ветхого Завета. В Евангелии от Луки, 1 глава, 35 стих, говорится, что он рожден через Деву Марию. Деве Марии ангел Гаврил сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и посему рождаемое найдется святым. И он пришел в этот мир в подобии греховной плоти. Важный момент, это послание к римлянам 8.3. Подобие греховной плоти. То есть, у него не было веткого человека, характера вот этого греховного. То, что мы унаследовали все от Адама и Евы. Это суть, суть этого греховного нашего характера. Чего не хочу, то что? Делаю. А что хочу, не делаю. Схлестка добра и зла внутри. Постоянно понимаю, что надо быть милостивым. Понимаю, что надо быть терпеливым. Но кто поперек слова скажет, несет, говорю, разные слова, а потом в душе плохо-плохо. Это веткий человек, характер. Я еще раз напомню, братья и сестры, нам. Верующий человек с характером должен бороться. И там две грани в борьбе с нашим ветким человеком есть. Первая грань – это усилие нашей воли. Бог нам дал волю. Душа наша состоит в ум, воле и чувство. Я знаю, я хочу, я чувствую. Так воля, воля, я не буду раздражаться. И крик, раздражение, ярость, гнев, да будут что? Удалены от вас. Или говорит, удаляйтесь от господствующих в мире растления похотью плоти. В мире господствует растление. Так надо удаляться. Не просто, да вот мне нравится вот эта грязная песня, а вот это грязный фильм, я посмотрю. Ну а что, мне хочется, я не могу ничего делать. Но если хочется и не можешь, тогда же смотри, что произойдет. Мысли придут грязные в голову, потом слова, потом грязные дела будут. Удаляться – это первая грань в борьбе с нашим характером. А у каждого из нас характер, он греховный. Суть нашего греховного преступника, бунтаря внутреннего – это гордость, лукавство и бунт. Это внутри каждого из нас пропорции разные. А суть одна и та же. И первая грань борьбы – это я не буду, молюсь, пощусь. И как говорит апостол Павел, вы еще не до чего сражались? Не до крови. Иногда сражение со своим характером очень сложное. Потому что, когда наступают искушения в нашей жизни, для нас все виноваты окружающие. Жена плохая, на свою голову женился, мучаюсь вот это 20 лет. Он – плохой муж, вышла замуж, если б знала, никогда б не вышла. Мучаюсь 23 года уже. И здоровье ж хорошее у него еще. Понимаете, какая ситуация? Потому что что получается? Когда задевает наш греховный характер, мы кого обвиняем? Всех только, только не себя. Это плохие, этот вообще невозможный, а это вообще. Это наша натура. Но когда мы увидим через откровение Духа Святого, что проблемы лежат не в нашем окружении, а в нас самих, то мы удаляемся, сражаемся до крови, то есть с молитвой, с постом. Господи, что происходит в моей душе? Это не дастся легко, это трудно, это тяжело. Но это действительно кровавое сражение. Это действительно доходит до разделения души и чего там еще. И духа. Это внутри настолько больно. Потому что смиряться, уступать, быть терпеливым – это не наш удел грешников. Это Бог уже нас меняет. И второй момент, самый главный. Мы уже с вами читали. Давайте еще раз прочитаем послание к римлянам. Шестая глава, пятый стих. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Знает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот это вторая половина. Зная, что ветхий наш человек. Знает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное. Вот это решение нашего характера. Борьба доходит до такой точки кипения, что апостол Павел говорит, бедный я человек. Кто избавит меня? Не могу, тянет и не могу ничего сделать. Но когда мы сражаемся волей, сражаемся, тогда в определенный момент приходит откровение. И откровение заключается в следующем. Оказывается, мой бунтарь, мой ветхий человек распят с Ним там на Голгофе. И когда Христос умер, мой бунтарь умер. И когда Он воскрес, и я воскрес. И оказывается, можно с этой женой прекрасно жить. Она оказывается милая женщина. И с этим мужем нужно жить, потому что ветхий человек умер. Вы были когда-нибудь на похоронах? В жизни своей? Были? Были какие-нибудь жалобы со стороны покойника? Ну, не один же, правильно? Нет? Ни на что не высказывал мнение о том, что собрание рано начали, или цены растут на базаре, почем сало. Так же? Абсолютно, абсолютно, тихо, спокойно, миролюбиво. Ветхий человек, когда умирает, Павел говорит, для меня мир распят, и я что? Для мира. Это глубина, это духовность, это глубина христианства. Это то, что называется совершенством, или духовным отцомством, или, как Павел еще это состояние называет, не достигну ли я Христа, как достиг меня Христос. Не я живу, а живет во мне Христос. Это реально на земле, реально на земле, когда не жалуешься уже, когда воля Его делается смыслом жизни для тебя. А я чувствую, что Дух Святой хочет, чтобы мы немножко порассуждали на эту тему. Понимаете, какая ситуация? Вот смотри, уже время выходить замуж. Молишься о том, чтобы выйти замуж. И пока не выходишь замуж, приходит сомнение, приходит тревога. Кстати, я вам радостную вещь расскажу. Помните, я говорил, что над немкой помолился, и она вышла замуж и родила сына. Помните, нет? Только уж я во славу Христа рассказываю это все. А во вторник пришло по электронной почте одно письмо. Одна девочка вышла замуж 20 лет, и до 25 лет не могла забеременеть. Ну и мы помолились. Она прислала письмо. Угадайте, какое. Все правильно. Только я не за тем, чтобы мои акции пошли вверх насчет замужества. Понимаете, какая ситуация? Я хочу какую мысль сказать, что мы должны быть верными. Тяжело быть верным? Очень. Иногда очень тяжело. Но наша верность испытывается нашей любовью. Если человек любит и верный, да, то все, он любит верный. Верный любит. Так Господь хочет, чтобы наше сердце было верным. И возвращаясь к нашим нуждам. Я знаю, кто-то молится о замужестве, кто-то молится об устройстве семьи, у кого-то денег очень мало, но нищета. У кого-то неустроенность какая-то, у кого-то болезни какие-то, у кого-то какие-то нерешенные проблемы, и не решаются они. Знаете, если мы искренне пред Богом и все делаем, что Бог нам открывает, сердце наше открыто для того, чтобы мы избавлялись от чего-то и смиренно надеялись и молились о том, чтобы Бог благословил нас, я думаю, это будет в нашей жизни. Я вам говорил уже, что я долгое время, да и сейчас иногда записываю, но долгое время записывал в тетрадке молитвенных нужд, мои нужды. И две трети молитвы Бог ответил, одну третью Бог не ответил, на некоторые еще не ответил, а на некоторые просьбы, слава Богу, что не дал просимое. Если бы мы сумели уверовать, что Его воля для нас самая лучшая, то мы многих страхов бы лишились, многих проблем бы внутренних решились, многих бы внутренних терзаний решились. А как? Ведь многие вещи в нашей жизни от недоверия, потому что что происходит? Скрещивается «я хочу» и скрещивается «божье». Нет, «я хочу». И когда скрещиваются две воли, человеческая и Божья воля, то, ну, как бы отблеск этого был виден в Гефсиманском саду, когда Христос говорит «Господи, да минует чаша сия». И дальше как говорит «впрочем, не моя воля, а Твоя воля». Наши молитвы очень часто заключаются в следующем «Господи, да минует чаша сия», точка «Господи». «Я хочу, чтобы вот так было». И мы «я хочу», мы иногда добиваемся своего. Но когда мы добиваемся своего «я хочу», очень часто, поверьте, есть определенный житейский опыт наблюдения за жизнью, за христианством, когда мы все-таки настаиваем на своем «я хочу», мы чувствуем, что это не Божья воля, мы чувствуем, что оно не клеится, мы чувствуем, что оно не туда, где-то внутри мы чувствуем это, мы понимаем вот это на грани интуиции, на грани понимания воли Божьей, но я так хочу, что что хотите, дайте только мне это. Чаще всего, когда мы добиваемся того, чего мы хотели, Бог иногда говорит, ты очень хотела этого, ты очень хотела, хорошо, хорошо, бери, бери. И когда берем мы, потом оказывается, что крест, да не по нас, потом оказывается, что взяли не в подъемном, и потом оказывается, что великие проблемы мы приобрели сами себе в жизнь, сами себе. Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, написано так, что судьба человека, что там, от Господа. И это правда, судьба человека от Господа. Что считать судьбой от Господа? Обстоятельства, которые случаются, помимо нашей воли, на которые мы не влияли никак, и они пришли в нашу жизнь, это от Господа. От Господа Иосифа продают, от Господа он на рабовладельческом рынке, от Господа его оклеветали, от Господа в тюрьме, от Господа. Что дальше? Управляющий Египтом, это от Господа. А вот судьба от Господа, которую человек перечеркнул. От Господа, маною его жене предсказано, что будет сын. От Господа рождается мальчик по имени Самсон, Шамшон, Солнышко. Солнышко рождается. От Господа сила Божья сходит на него, от Господа. Но не от Господа он полюбил блудницу в газе, но не от Господа его голова на коленях долиды, но не от Господа выколоты глаза и мелет на своих врагов, и не от Господа последний крик его души, умри, душа моя, с филистимлянами, не от Господа. Судьба, да, была предначертана великолепная, но любовь ко греху укоротили дни его и исказили его судьбу абсолютно. От Господа судьба у сына Иесея. От Господа он еще в юности своей убивал льва и медведя. От Господа, что пошел в долину дуба и сразился с Голиафом и победил его. От Господа, что Бог дал ему разум и он ни одного сражения не проиграл. От Господа, что он пришел в царские чертоги, потому что Бог помазал его и сказал о нем этот муж по сердцу моему. Судьба от Господа, но не от Господа, что он взглянул на купающуюся женщину и переспал с нею. Но не от Господа, что пришел урехитьянин, муж Версави, и он его до пьяна с царского стола поил, чтобы отправить его к жене, а потом сказать, что родился восьмимесячный у тебя ребенок. Но не от Господа, когда понял, что эта затея не пройдет, он написал ему письмо просьбой Киау, убей урехитьянина. Это не от Господа. И не от Господа дальше насилуют Фомарь, убивают Амнона, восстает Авесолом, умирает сын, бесчесть от всех его жен, его же сын. И крик, его крик, о сын мой, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Не от Господа. И когда три стрелы Иоанн вбонзил в сердце Авесолома, не от Господа. Потому что есть судьба от Господа. И когда мы начинаем эту судьбу устраивать под свой лад, обычно это заканчивается или тремя стрелами в сердце Авесолома, или криком Самсона, умри душа моя с филистимлянами. Потому что, понимаете, есть у Бога план для нашей жизни. И если мы только этот план поймем в нашей жизни и решимся идти по нему, мы приобретем благословение. Самая великая проблемная ситуация в духовной жизни, о ней сказал Христос. Христос сказал апостолу Петру, говорит, что я буду молиться о тебе, чтобы не оскудела, что оскудела? Вера. Самая проблемная ситуация в духовной жизни, когда оскудевает вера. Когда падает вера. Когда человек теряет веру. Кораблекрушение в вере терпит. Вот это роковая ошибка. Мы можем идти против ветра. Мы можем находиться в любых ситуациях. Мы можем находиться в отчаянных ситуациях. Но пока есть вера, пока действует судьба от Господа в нашей жизни, когда мы смиренно идем по зову Господнему. Обычно Бог очень испытывает нас. Обычно Бог проверяет наше сердце. Но, знаете, даже такая проблема, которая встречается с людьми нашей церкви, разочарование людьми, верующими людьми. Вы когда-нибудь были разочарованы кем-нибудь из людей? Ну, вы надеялись, что это идеальная женщина? Вы надеялись, что это идеальный служитель или мужчина идеальный? А оказалось, что кроме глубокого разочарования, этот человек в вашу жизнь ничего не принес. У вас бывало такое? Бывало. Проследите мысль. Когда мы разочаровываемся в людях, а такое бывает в этой жизни, к сожалению. То если мы разочаровались в человеке, но параллельно не разочаровываемся у Бога, через разочарование мы находим судьбу Божью в своей жизни. Я не знаю, я, наверное, сложно сказал это. Я еще раз повторю. Я думаю, что это очень полезная мысль, хотя тяжелая. Через разочарование в людях мы ближе приходим к Богу. Если в нашем сердце достаточно смирения и доверия Богу, мы находим свою судьбу в Боге. Эта судьба может быть разная. Она очень часто может не совпадать с нашими мечтаниями. Это так. Но я точно знаю, что Бог говорит устами пророка Иеремии. Говорит, ибо я знаю только, какие имею намерения о вас. Благо вам, а как? А не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Я чувствую, что Господь к некоторым из вас говорит сегодня вечером. Понимаете? Да, у нас в жизни искушение. Да, у нас много проблем в жизни. Но научись укрываться в Боге. Потому что Господь крепкая башня. В эту башню укрывается праведник. И что дальше с ним? И безопасен. Научись уходить в эту башню. Научись отдавать свою ситуацию полностью Богу. Научись. И ты научишься быть мирным. И внутри появится мир. Тишина. Покой появится. Почему? Потому что когда мы отдаем эту ситуацию Богу, приходит покой в наше сердце. Я много раз читал Псалом 104, 18 стих. Вот давайте еще раз прочитаем. Мы с вами читали этот стих. Давайте еще раз прочитаем. Стеснили оковами ноги Его. В железо вошла душа Его. Доколе исполнилось Слово Его Божье. Слово Господне испытало Его. Вот давайте разберем. Очень интересно. Первое, пожалуйста, прочитайте. Первая мысль. Стеснили оковами ноги Его. Это и продажи, это и рабство, это и оболгали. Слова там Иосифе. Да. И в тюрьму отправили. Дальше. Доколе исполнилось Слово Его Божье. Слово Господне испытало Его. Вторую мысль пропущена. Да? Стеснили оковы. В железо вошла душа Его. Вот это. Душа куда вошла? В железо. Как это в железо? Интересная мысль или нет? Как это в железо? У нас в железо вошла душа или нет? Если кто-нибудь с неверующих сидит, говорит, странно, у них там души в железо будут вводить уже скоро. Один рассказывал. Смотрите, что происходит. Смотрите, какая ситуация. Первое, стеснили оковы ноги Его. Тяжелейшие испытания. Трудные испытания. У него же такая же борьба внутри. Господь за что продал? За что Господь оболгали? Почему в темнице? И у него же... Как у нас с вами? Точно как у нас с вами. Господи, а где же Твои обетования? А где же сны, когда луна и солнце и одиннадцать звезд поклоняются мне? А где же одиннадцать снопов, которые поклоняются моему снопу? Где же, Господи, все это? Какие одиннадцать снопов, когда на рабовладельческом рынке продают тебя и снопов близко не видно? Так вот, в железо ушла душа его. И дальше говорится, слово Господне испытало его. Вот эти испытания проходят в жизни верующих людей. Вот те обстоятельства, которые в твоей жизни, я их абсолютно не знаю. Они испытывают тебя. И когда касается сердца твоего, обидчивость, то если бы душа твоя в железо вошла, это закаленное, как железо закаляют, чем железо вообще закаляют? А? Огнем. И говорят, что для самой сильной закалки определенной, я не понимаю в этих делах, но есть вроде бы легированная сталь. Правильно я говорю? В зале есть, которая понимает в этих делах? Это самая высокая закалка прошла, и такому огню придали это железо, что закалилось. Если это свинец и меч и олово, то плавится, по-моему, где-то до 400 градусов, если я что-то с 8 класса помню. А если это сталь, то там где-то за 1000 градусов надо. Так вот, огонь Господь проводит в нашей жизни, и как только огонь 300 градусов, так все олово и поплыло. Как только побольше, свинец поплыл, как только еще больше, медь растаяла, и еще больше, оно больно, оно больно. Я понятно рассказываю или нет? А? Понятно. И потом, что я хочу вам по секрету, это совершенно по секрету, совершенно, только для вас. Обычно мартеновские печи дома расположены. Всем понятно? Нет? А? А у кого нет мартена дома, тому церкви мартена. Кому-то на работе. И начинается плавка. И сказано, что в железо вошла душа его. Он прошел и горечь, и обиды, и терзания, и проблемы с Богом, Господи, за что? Внутри возмущение против воли Божьей, за то, что продан. Я не думаю, что его заковали в цепи, измалитянам отдали, да? А он запел песню, будем радоваться, братья. Я не думаю. Я думаю, что он плакал и рыдал. Я думаю, что у него были бессонные ночи и борьба с Богом. Почему и за что? Я думаю, что у него было, как у каждого из нас. Как у каждого из нас. Но когда все вот это расплавилось и плавится, олово, когда плавится, свинец, плавится медь, оно становится жидким-жидким и льется. И вот это олово и свинец, если говорить образно в этот вечер, это и есть те тайные слезы и мокрые подушки. Когда слезы и обиды, горечь начинается. Это и есть олово плавится. Олово, а вы думаете, что вы плачете? Оно олово плавится. Плавится. И тогда, когда в железо вошла душа его, и Слово Господне испытало его, когда Бог испытал его, тогда он сказал, а вот теперь ты готов для служения. Вот после этого, теперь от 17 лет начали и в 30 лет закончили плавить. 13 лет плавки, а теперь в железо вошла душа его. А от обетований и Слов до исполнения прошло 20 лет. Тяжелейших лет 20 прошло, прежде чем 11 снопов поклоняются снопу. А чуть позже уже Солнце, Луна и 11 звезд. Когда Бог дает обетование каждому из нас, эти обетования лежат во временном плане. Они исполнятся, исполнятся. Но между обетованием и исполнением здесь лежит то, что называется плавкой, трудности, долиной плача, долиной смертной тени. Это здесь лежит. И здесь проверяется и наши обиды друг на друга, и наши обиды на Бога, и наши горечи, и наши внутренние страдания, и наши внутренние сомнения. Это здесь проверяется. И если человек решил в сердце своем, так как написано в Библии, «Возлюби Бога твоего», как? Всем разумением, всей крепостью. И сказал, Господи, за Тобой я пойду до конца. Выйду замуж или нет, я за Тобой буду идти. Господи, буду ли я бедным, и не будет у меня материального много, я за Тобой буду идти. Господи, если я не исцелюсь в этой жизни, я за Тобой буду идти. Когда Христос был на земле, то многие люди подходили к Нему и говорили, Господи, я последую за Тобой. А дальше какое слово было? Но. Помните? Но, позволь мне прежде. Но, Господи. Но, Господи. Ситуация нормальная. Я последую за Тобой. Но. Но если человек решил следовать за Богом, он говорит, Господи, я последую за Тобой. Точка. Все. Я буду идти за Тобой, чего бы мне это ни стоило. Я буду идти за Тобой. Вот тогда Бог проводит душу через испытания. И душа, как сказано, пройдет и злой день. И душа уйдет в железо, потому что Слово Господне испытает ее. А вот после того, как душа в железе, и после того, как Слово Господне испытало, и после того, как сосуд приготовлен, после того Бог наливает благодать. Потому что, говорит апостол Павел, сокровище это мы носим в каких сосудах? Глиняных. Но их обожгли. Их хорошо обожгли перед тем, чтобы налить. Я хотел бы сейчас молиться. У меня такое впечатление, что Дух Святой сегодня некоторым отвечал на их внутренние вопросы. У меня такое впечатление, что некоторым надо было услышать в этот вечер это. Я хотел бы сказать от имени Господня, что приходит мне на сердце. Бог говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь. Понимаешь? Горы могут сдвинуться, холмы могут поколебаться, но милость его от тебя не отступит. Верь и следуй, люби и будь верным. Это очень важный момент. Это то, чего в наше время становится все меньше и меньше в церквах. И что ценится у Бога очень дорого. Мы сейчас придем к престолу благодати, и мы будем молиться. Как верю я, что жизнь моя, не зря до нас все ходим пред тобою. Ты, Бог и Царь, ты мой алтарь, пойду к тебе небесною тропою. Иисус Христос, ты умер на распятие, святая кровь стихала по запястьям. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Ты свет во тьме и светишь мне все мысли и дела мои, ты знаешь. Незримый друг, касаньем рук, заботливо меня оберегает. Иисус Христос, ты умер на распятие, святая кровь стихала по запястьям. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Иисус Христос, ты умер на распятие, святая кровь стихала по запястьям. Так верю я, что жизнь моя, не зря до нас всех ходит пред тобою. Иисус Христос, ты умер на распятие, святая кровь стихала по запястьям. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Твой дух нетленный и в мире бренном. Ты доказал, что Бог любовь и правда. Твой дух нетленный и в мире бренном.